МОТОКРОСС К соревнованиям трасса достаточно подсохла и мотоциклистов было не остановить, ведь дорогу для двухколесных готовили даже участники. Все сделали оперативно, спортсмены остались довольны. На мой взгляд трасса довольно-таки техничная, достаточно много трамплинов и скоростя хорошая на некоторых прямых, много поворотов, в принципе грунт хороший. Все сложилось удачно, трасса хорошо подготовлена, сами готовили, постарались, все нормально вроде как получилось. Петр Шевченко в мотоциклетном спорте 30 лет, за плечами немало трамплинов и трофеев. На этой гонке в категории профессионалов его обогнал лишь младший брат Глеб Шевченко, который в свои 21 уже повидал европейские трассы. Там уровень, ты даже от самой атмосферы соревнования, то есть там приезжает в одном только классе по 100 человек и заявляется, а у нас то есть всего 70, участвует там, ну, пускай 80 человек. Да, 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 там в каждом классе, то есть уровень огромный. Оба брата за рулем с 6 лет. Увлечение Петра и Глеба передалось по наследству от отца, который сейчас является заслуженным тренером России и организатором данных соревнований. Сыновья родителя не подводят и вызывают только гордость. Соперники из других городов признают, что братьев Шевченко одолеть нелегко. В этих заездах соперники были Глеб и Петя Шевченко, братья. Не получилось с ними подняться, так как без тренировок, хотя они тоже не тренировались столько же из-за дождей. Ну, просто устал сильно. В итоге братья Шевченко стали первыми в своем классе. Забрать призовое только в категории ветераны мог бы и Алексей Артеменко, но в силу возраста это сделать уже сложно. В то время, как самому юному участнику соревнований всего 4 года, Алексей здесь самый старший. Гонщик отпраздновал свой 60-летний юбилей прямо на трассе. В таком возрасте попробую вообще остаться в экстремальном виде спорта, а тут еще более молодым конкуренцию создавать. Он же, видите, класс ветеранов, он начинается с 40 лет. Представляете, 40 и 60. Соотношение вообще как бы несопоставимое. Потому что даже если до 53-х я еще как бы конкурировал, а потом уже тяжело. В общем, юбилей удался. Соревнования тоже. В результате у наших земляков 3 золота, 2 серебра и 1 бронза. По итогу 6 этапов у Сурицы в лидерах. Второе и третье за Владивостоком. Чемпионат Приморья продолжит свою серию гонок 22 и 23 сентября в Дальнегорске и Кавалерово. Илья Аманатов, Алексей Шаповалов, Телемикс. Продолжение следует...